Обменяться опытом, обсудить вопросы подготовки кадров для фармоотрасли и оценить потенциальные возможности сотрудничества с производителями лекарств. На производстве Эвалар организовали экскурсию для руководителей медицинских и фармацевтических вузов страны. И образуются граммы за счет взаимодействия. Потом они высушиваются и выкружаются через калибровочную мельницу в емкость. Понаблюдать за изготовлением растительных лекарственных средств в рамках технологии полного цикла. Посетить лаборатории, где осуществляется контроль качества сырья и готовой продукции. Представители научного сообщества с интересом погружались в производственный процесс и задавали вопросы. Необходимость в сотрудничестве обоюдная. Существует потребность в высококвалифицированных кадрах, потому что мы используем передовое, самое современное оборудование. Все наши технологические процессы сертифицированы в соответствии передовым мировым стандартам качества. Поэтому у нас есть высокая потребность в кадрах. Сотрудничество ведем с вузами по вопросам профориентации студентов и подготовке кадров для современных фармацевтических производств. Визит на предприятие состоялся в рамках Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. Мероприятие собрало более 40 руководителей профильных вузов России, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана. В этом году Совет приурочен к 70-летию Алтайского государственного медицинского университета. Это очень значимое событие для и нашего вуза, и нашего региона. Достаточно сказать, что заседание Ассоциации Совета ректоров России за Уралом проводится впервые. В основном эти заседания проводятся в Центральной России. Ну и вот в рамках комплекса этих мероприятий нами совместно с компанией Валар организована экскурсия на предприятия, на производство, для того, чтобы ознакомиться с современными возможностями промышленности фармацевтической. Алтайский фармакластер сейчас активно развивается. Бийская компания является одним из наиболее динамично растущих фармацевтических предприятий в стране, которая делает ставку на внедрение современных технологий и автоматизацию всех процессов. Российские вузы готовы пополнить отрасль новыми кадрами. Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации нам ставит задачу быть производителем не только нового медицинского знания, новых молекул или новых звеньев патогенеза, но и конкретного продукта. Конечно, у нас у всех есть фармацевтические факультеты, и мы крайне заинтересованы, чтобы наши студенты и практику могли проходить, и вазовые кафедры открывались в промышленной информации, потому что для того, чтобы студент стал новым разработчиком лекарственных веществ, лекарственных препаратов или лекарственных субстанций, он должен, конечно, и видеть это все, и проходить практику. В ходе экскурсии гостям рассказали и о реализуемой в компании программе импортозамещение. Предприятие подключилось к стратегии развития фармацевтической промышленности, согласно которой к 2030 году более половины лекарственных средств в стране будут отечественными. Решение такой амбициозной задачи напрямую зависит от синергии науки и бизнеса. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Сергей Бертман. День с толком.